Лесон 27. Урок 27. К обеду есть хлеб? То есть это продолжение всё той же темы there is, there are, только в этом уроке рассматриваются вопросительные и отрицательные предложения с этой конструкцией. Как вы уже видите, значит, задавая вопрос этой конструкции, мы просто there is превращаем в is there или there are, соответственно, будет are there. То есть глагол, сказуемый to be в нужной форме, выносится на первое место. То есть, проще говоря, меняем их местами. Было there is станет is there, было there are станет are there для вопроса. Теперь, новое выражение for dinner, на обед или к обеду. Теперь, что же такое any, спросите вы? Значит, вспомните слово some, немного, несколько. Так вот, в вопросах и отрицаниях some превращается автоматически в any. Вот давайте, чтобы было понятно, вот это вопросительное предложение превратим в утвердительное, то есть, предложение с точкой. То есть, не спросим, есть ли хлеб к обеду, а скажем, что есть какое-то количество хлеба к обеду. Будет, значит, there is, потому что утверждаем, а не спрашиваем, значит, меняем назад их местами. Дальше any ставится в вопросах, поэтому, значит, мы его меняем на some, которое ставится в утвердительных. Значит, there is some bread for dinner. К обеду есть какое-то количество хлеба, немного хлеба, или можно сам не переводить. То есть, вот наглядно понятно, и не забываем, да, предложение there is, there are переводим с конца. То есть, на русском мы сначала говорим где, потом что, а в английском, наоборот, сначала что, потом где или кто, где. Далее, is there much milk in that jug? В том кувшине много молока? Новое слово jug, кувшин, преимущественно именно керамический, глиняный, потому что стеклянный будет уже другое слово. И еще появляется новое слово much. Much переводится много. Вы уже знаете слово many, значит, как перевод много, но есть разница между употреблением этих двух слов much и many. Much мы используем в значении много, значит, тогда, когда мы говорим о чем-то неисчисляемом. Вода, мука, хлеб, масло, не знаю, там, клей. Ну, то есть, все, что нельзя посчитать штучно. Many мы используем только с исчисляемыми. То есть, еще раз. Is there much milk in that jug? В том кувшине много молока? Are there many boys in your class? Yes, there are many. В твоем классе много мальчиков? Да, много. Are there any girls in your class? Yes, there are. В твоем классе есть девочки? Да, есть. Are there many flowers in your garden? Yes, there are many. В твоем саду много цветов? Да, много. Are there any wolves in this forest? No, there are not. В этом лесу есть волки? Нет, нету. Слово forest – лес. Are there any frogs in this lake? No, there are not. В этом озере есть лягушки? Нет, нету. Is there any water in this kettle? В этом чайнике есть вода? Новое слово – kettle – чайник. Is there any milk in the bottle? В бутылке есть молоко? Is there any bread for dinner? К обеду есть хлеб? То есть такое же предложение, как было вот в названии, которое мы с вами уже разобрали. Ну, тут новые картинки. Ну, тут новые картинки. Bread – хлеб. Butter – сливочное масло. Butter. Cheese – сыр. И kettle – чайник. Kettle. Is there much cheese in the cupboard? В буфете много сыра? То есть здесь у нас much, потому что сыр у нас взвешивается граммами, а не считается штучно. Поэтому much, а не many cheese. Is there much milk in that jug? Так, перевели или не перевели мы это предложение? В буфете много сыра? Дальше. Is there much milk in that jug? В том кувшине много молока? Is there much butter on the plate? На тарелке много масла? There are not many flowers in our garden. В нашем саду немного цветов. То есть вот они отрицательные предложения с конструкцией there is или there are. То есть ничего сложного. Еще легче, чем вопросительные. Ну и просто после конструкции there is, когда вы утверждаете, ставите there is not. Потому что not – это не отрицательная частица. Соответственно, there are, there are not. В нашем саду немного цветов. There is not much bread for tea. К чаю немного хлеба. То есть for dinner – к обеду, for tea – к чаю. И так далее. There are not many birds in this forest. В этом лесу немного птиц. There is not much water in this lake. В этом озере немного воды. Is there a knife on the table? Yes, there is. На столе есть нож? Да, есть. Is there a spoon in your plate? No, there is not. В твоей тарелке есть ложка? Нет, нету. Is there a saucer under your cup? Yes, there is. Под твоей чашкой есть блюдце? Да, есть. Are there knives in the kitchen? Yes, there are. На кухне есть ножи? Да, есть. There is no butter for tea. К чаю нет масла. То есть здесь отрицание идёт не при помощи частицы not, а при помощи отрицательного слова no, после которого нельзя ставить ни артикль, ни слово any. То есть сразу отрицаем то существительное, о чём мы говорим. There are no cups in the cupboard. В буфете нет чашек. There is no bird in that nest. В том гнезде нет птицы. There is no milk in my glass. В моём стакане нет молока. There are no children in our house. В нашем доме нет детей. Put some jam on my saucer. Положи мне на блюдце варенье.